Интернету быть качественному. Об этом заявили в Министерстве цифровизации. Накануне глава государства подписал закон о внесении изменений и дополнений в Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях. Там и прописано наказание операторов за низкую скорость и плохую связь. А какими будут меры в нашем следующем сюжете? В современных условиях трудно представить нашу жизнь без интернета. А вот его качество – это отдельный разговор. Ведь при таком уровне соединения в Казахстане у многих граждан, кроме нецензурных выражений, на ум ничего не приходит. Если кажется, что против операторов связи слова и жалобы уже не действуют, то, к счастью, это не так. Накануне после подписанного президентом закона появилась, наконец, надежда на хороший интернет. Особенно нам, пользователям, понравился пункт об ужесточении ответственности за то, что реальная связь расходится с заявленной и, главное, оплаченной оператору. Если у абонента имеется жалоба на качество связи, он имеет право написать обращение в наше министерство, подписанное электронной стройной подписью, либо направленное почтой. При получении данного обращения по намочному органу новости связи производится регистрация проверки, затем производятся измерительные мероприятия. Если в ходе этих мероприятий подтверждается, что у оператора есть нарушение, то в отношении оператора выписывается штраф за предоставление некачественных услуг связи и выдается предписание об устранении этого нарушения. Данные поправки, подписанные президентом, увеличивают сумму штрафа. То есть, если раньше это было 100 МРП, теперь это будет 1000 МРП. Обращаются граждане, когда лопается терпение к депутатам, у которых свои вопросы к сотовым операторам. Лично я солидарна с президентом, так как надо ужесточать меры по отношению сотовых связей этих организаций, так как интернет в нашем регионе проблемный вопрос. Много жителей обращается ко мне как к депутату, так как не надо выезжать в районы или в поселки, даже на территорию города. Сейчас интернет это проблемный вопрос. Когда в Европе и в других странах говорят о ракетах, о запусках ракет, мы страдаем просто от элементарного нехватки или качества этого интернета. Есть еще одна причина того, что интернет существует не в каждом уголке нашей родины. У нас очень большая площадь, говорят эксперты, а потому стопроцентного покрытия вряд ли стоит ждать. Тем более в силу того, что Казахстан девятый в мире по протяженности территории. Выходит, что поделать ничего нельзя, а селиться нужно в маленьких европейских государствах. На этот вопрос никто не ответил. Вот чем дальше от города, чем ближе к сельской местности, тем хуже интернет и сотовая связь. Хотя обещают ужесточить меры против операторов сотовой связи и интернета тоже. Все же остается надеяться, что это не просто игрушка или обычный гаджет, что телефон будет наконец работать нормально и как следует. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42.